Приветствую коллеги, это аналитики валютных рынков и торговые идеи от компании Сикмил и с именем Артур Идзиатур. Примечательным движением сегодняшнего дня была продолжающаяся растущая доходность 10-летних казначейских облигаций. У нас начиная с февраля происходит довольно быстрый рост доходности 10-летних казначейских облигаций. И за последние дни данная тенденция усилилась. Собственно, мы видим, что за последние несколько дней у нас доходность возросла с 1.15 до 1.30. И в конечном итоге терпение инвесторов на фондовом рынке и на валютном рынке лопнуло. У нас начала происходить ответная реакция на эту тенденцию, которую мы будем сейчас разбирать. Прежде всего, нужно заметить, что при росте доходности казначейских облигаций снижается их цена. Напомню, что у нас доходность казначейских облигаций, а обратно пропорционально изменению цены. Когда растет доходность, снижается облигация. Собственно, вот это изменение в доходности резко означало, что инвесторы массово выходят из бумаг, выходят из казначейских облигаций. С начала нового года данная тенденция ассоциировалась с тем, что можно найти более выгодное применение капиталу. Можно вложить средства в другие бумаги, в другие активы. И поэтому нужно выходить из длинных казначейских облигаций, потому что нас ожидают глобальные восстановления. Затем у нас начали активно вмешиваться в объяснение данной тенденции инфляционные ожидания. Действительно, так как у нас планируется фискальная реформа, фискальное стимулирование в США, это означает, что есть потенциал резкого роста денежного предложения в США, и что неминуемо будет означать инфляцию. Когда у нас растет инфляция, у нас длитель долгосрочной облигации наиболее активно снижается в цене. Собственно, вот это снижение цен на 10-летние казначейские облигации, оно в конечном итоге привело к тому, что у нас доллар вчера резко вырос, давайте посмотрим, индекс доллара у нас вырос с уровня 90.10, вот здесь добрался он стремительным таким движением до уровня 90.80. В целом у нас фондовые рынки сегодня также переживают коррекцию, особенно это вот заметно на японских рынках, которые так умеренно скорректировались, но не очень хорошо себя чувствуют. Европейские рынки также вот минус а, около 0,5% составляет. Все это ассоциируется с движением на рынке трежерис. Доходность у нас вчера перебралась за уровень 1.30 и считается, что этот уровень, он у нас был таким некоторым моментом, некоторым уровнем, который начал переманивать инвесторов из рынка акций в рынок облигаций. То есть до этого у нас, будем так говорить, доминировала идея, что в бандах абсолютно делать нечего, там очень низкая доходность, они переоценены из-за политики центральных банков, поэтому искать доходность нужно в акциях, которые более-менее еще предлагают соотношение риска доходности. Но вот резкий рост доходности казначейских облигаций вот такой, он у нас спровоцировал снижение некоторых отдельных акций. И что самое интересное, снижались наиболее активно акции, которые у нас являются наиболее близкими инвестиционными альтернативами для данных облигаций, для данных долгосрочных облигаций казначейских. И, собственно, вот этими инвестиционными заменителями являются акции роста, которыми, кстати, насыщен у нас техсектор. Значит, вчера, когда у нас доходность облигаций подскочила выше уровня 1.30, мы видим, собственно, что наиболее активнее у нас снижался вот именно техсектор, который преимущество состоит из акций роста. Я напомню, по акциям роста у нас поток ожидаемых платежей по данному активу, по данной акции, он у нас растянут по времени. Почему? Потому что эти акции компании постоянно вкладываются в расширение своего бизнеса, они не платят дивиденды, и поэтому потенциальная прибыль, потенциальный доход по ним, он где-то там в будущем, очень далеко находится. Это означает, что так называемая дюрация по акциям роста, она очень большая. Дюрация – это когда у нас высокая дюрация, это когда у нас поток платежей по какому-то активу, он у нас сильно растянут по времени. То есть, предположим, если у нас есть акция, которая будет потом в будущем где-то платить какие-то дивиденды, пусть даже высокие, мы будем говорить, что у нее высокая дюрация. И наоборот, если у нас есть акция, которая будет платить дивиденды немедленно, или облигация на 2 или на 3 года, поток платежей, который рассчитан на 2-3 года, у нее будет короткая дюрация. Собственно, акции роста, у которых высокая дюрация, они как раз-таки являются наиболее близкими инвестиционными альтернативами для казначейских облигаций, для 10-летних казначейских облигаций, у которых, собственно, тоже высокая дюрация. Собственно, когда у нас казначейские облигации достаточно снизились, это видно из такого роста доходности, часть инвесторов, которая сидела в акциях роста, в тех секторах, она посчитала, что, возможно, стоит, получается, разбавить свой портфель немного казначейских облигаций, потому что они, как я уже сказал, являются родственниками, грубо говоря, по дюрации с акциями роста. Собственно, поэтому сбрасывали у нас акции роста, вчера наиболее активные, и часть вот инвесторов, она у нас перекладывалась, получается, возможно, в облигации, потому что они достаточно обесценились, да, что сделало соотношение риска доходности у них привлекательным. Собственно, произошел вот эта ротация, произошел вот этот переток из акции в облигации. Кроме того, нужно еще заметить такой момент, что касается активов, в том числе акций роста, у которых очень высокая дюрация, когда у нас растет дальняя безрисковая ставка, а как раз-таки доходность десятилетних казначейских облигаций, вот эта, она у нас является дальней безрисковой ставкой. У нас ставки вообще рыночные, доходности казначейских облигаций являются безрисковыми ставками. Собственно, эти ставки, возможно, вы знаете, они у нас используются для дисконтирования будущих потоков потяжей, то есть высчитывание, сколько будущий поток платежей стоит сейчас. Собственно, когда у нас растет дальняя безрисковая ставка, когда она у нас вот так очень сильно растет, вот здесь, да, что это говорит? Это говорит нам о том, что так как она используется для дисконтирования будущих потоков платежей, с помощью данной доходности также вот получается пересчитывается приведенная стоимость будущих платежей по тем же акциям, по тем же акциям роста. И это означает, что если у нас доходность растет, то приведенная стоимость будущих платежей по акциям, она у нас должна обесцениться сильнее. Собственно, поэтому те активы, у которых дюрация у нас высокая, по которым платежи растянуты во времени из-за повышения, грубо говоря, безрисковой ставки, той ставки, которая используется при дисконтировании, да, получается, те платежи по этим активам, они сильно обесценятся. Собственно, поэтому именно те активы с большой дюрацией, с высокой дюрацией, они должны сильнее скорректироваться. Именно поэтому в акциях роста, которые как раз-таки имеют высокую дюрацию, у которых платежи растянуты во времени, именно поэтому мы вчера увидели вот такую вот более сильную реакцию, да, чем вот в других индексах. Это вот еще раз нам говорит о той связи, которая есть между движением в облигациях на рынке бандов и между вот акциями. Собственно, поэтому, так как у нас корректируется техсектор, акции, собственно, которые у нас имеют большой вес в индексах, они, собственно, тянут индексы вниз. Именно поэтому у нас вот это движение, да, о котором мы с вами говорим, оно у нас вызвало коррекцию на фондовых рынках. Если будет дальше такой активный рост доходности в дальних казначейских облигациях будет происходить, это будет дальше корректировать фондовые рынки биржевые индексы вниз за счет активного снижения именно акций роста. Значит, такой еще момент, да, нужно заметить. То есть, хотя вот у нас растет вот эта доходность 10-летних казначейских облигаций, у нас на том же месте стоит доходность облигаций с тем же сроком погашения, но которые защищены у нас от инфляции. Собственно, если мы посмотрим следующую вот картинку, это у нас доходность 10-летних казначейских облигаций, да, вот 10-летних казначейских облигаций, которые у нас защищены от инфляции. Мы видим, собственно, что вот у нас с сентября 2020 года вот здесь дошла, получается, доходность до минус 1%, ну и, собственно, она здесь как бы и остается. Если мы, собственно, сравним это с доходностью 10-летней казначейских облигаций, которая не защищена от инфляции, мы с вами видим вот следующую картинку. Вот здесь можно видеть, что за последние, получается, вот здесь мы видим следующую картинку, начиная вот с сентября 2019 года, когда у нас вроде бы начала, осталась, получается, на том же месте доходность защищенных казначейских облигаций у нас, а доходность незачищенных от инфляции казначейских облигаций, она у нас росла. То есть что получается? Если у нас растет доходность незачищенных казначейских облигаций, а доходность защищенных стоит, это нам говорит о том, что увеличивается нереальная ставка, а рынок считает, что будет расти инфляция, то есть у нас растет инфляционное ожидание, это вот нужно иметь в виду. Все разговоры о том, что у нас в США растет реальная ставка, они на самом деле не имеют под свое основание, потому что нужно всегда смотреть две доходности, это вот доходность, то есть по сути вот эта разница, вот это расстояние между двумя доходностями, это у нас и есть ожидаемая инфляция. То есть вот эта динамика, которую мы здесь наблюдаем, она всеценно говорит о том, что у нас просто растет инфляционное ожидание в США, у нас не растет пока реальная ставка, и поэтому все те активы, которые являются хеджем от растущей инфляции, они должны пользоваться спросом. В связи с этим, несмотря на то, что вот у нас по золоту идет не очень хорошая динамика, вот в последнее время мы видим, да, что оно снижает. На самом деле, когда у нас растут инфляционные ожидания, золото у нас является хеджем, это вот нужно учитывать. Поэтому если у нас дальше продолжится динамика вот такая, не очень приятная для фондовых рынков в казначейских облигациях, можно ожидать, что рынок как-то начнет хеджировать, собственно, вот этой инфляцией, и наиболее первоклассным, будем так говорить, выбором для данной цели у нас как раз-таки является золото. Оно у нас, как минимум, хорошо скорректировалось, находится сейчас лопа поддержки, поэтому, возможно, стоит рассматривать это около уровня 1780, да, 1780, какие-то покупки. Если вот, опять же, если у нас будет продолжаться тенденция в доходности, да, вот этот растущий тренд доходности десятилетних казначейских облигаций. Собственно, когда у нас происходит отток из бандов, естественно, у нас растет спрос на валюту, то, что выходит из бандов в наличность, да, в доллары, если это США, да, если про США мы говорим. Собственно, поэтому мы вот увидели вот такое резкое движение американского доллара вверх, как раз-таки вот, опять же, это связано с тем, что вот мы вот вчера увидели, вот именно на рынке трежерис этот рост доходности, массовый выход, получается, инвесторов из трежерис, и это, естественно, отражается на спросе на наличность, отражается на спросе на доллар. Значит, у нас все сейчас внимание на реакции ФРС на вот этот рост доходности, потому что, понятное дело, вот эта доходность, это у нас, будем так говорить, некоторые мерки, некоторые мерила стоимости заимствований в экономике США. Именно заимствований на 10 лет вперед, так как, ну, 10-летняя получается облигация. Собственно, ФРС у нас призвано контролировать, поддерживать для экономики комфортную стоимость заимствований, в том числе долгосрочных, поэтому рано или поздно рост доходности, он наткнется, он вызовет реакцию, ответ ФРС, попытается как-то успокоить, да, инвесторов на рынке, на рынке трежерис ФРС, в том числе это успокоит и рынки. И наиболее перспективным кандидатом, поводом, возможностью, да, вот это сделать является сегодняшний протокол заседания ФРС за январь, в котором, возможно, будут содержаться намеки или вот это повторение мантры про то, что ставки будут долгое, длительное время удерживаться очень низко. Возможно, будет какая-то дополнительная информация, которая позволит содержать отток с рынка облигаций, с рынка трежерис. Также нужно последить сегодня за розничными продажами в США, там ожидается рост 1%. Но, но у нас в январе были стимулы, раздавали опять деньги в США домохозяйствам, естественно, они все это направили на потребление, поэтому, возможно, у нас позитивный сюрприз в розничных продажах, он у нас также, собственно, сможет сдержать вот это движение, возможно. Вот, поэтому вот эти два фактора мы сейчас за ним продолжаем следить. Если у нас продолжается вот этот рост, какое-то движение, можно говорить о том, что у нас дополнительная будет коррекция на фондовых рынках, но нужно понимать, она всецело обусловлена вот выходом из трежерис, как только там вот эта тенденция завершится, как только у нас с ФРС вмешается, с вербальной интервенцией, либо с какими-то действиями, у нас все, снова как бы фондовые рынки, на мой взгляд, они нащупают поддержку, потому что этот фактор резко как бы исчерпает себя. Вот, собственно, такая у нас ситуация обстоит на рынках. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, welcome под видео, буду рад с вами это обсудить. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в просьбу.